Всем добречники и вечерочек, друзья! С вами Полина и игра Monster Hunter, не был скруп. В простом видео я оказалась вновь в библиотеке, там поговорила с Дракулаурой. Она сказала, что если я хочу присоединиться к клубу страхолизника, то есть поддержки, то я должна встретиться с ними во время ланча, чтобы она могла их всех мне представить. Я же по дороге к тем ребятам вместе с ланчем нашла клуб эко-маньяков и помогла им, потому что у них тоже тут была некая своя неразбериха, но я помогла им все это разрешить, все их проблемы. И в общем теперь с чистой сессией можно идти знакомиться с представителями страхолизника. Интересно, что же они для меня заготовили? Наверное, я увижу египетскую мумию, то есть ту самую... А как же пройти здесь? Ту самую высокомерную, своенравную и в общем всякое такое, много очень нехороших слов в ее сторону, египетскую мумию, которая возомнила о себе черти знает что, я без понятия как ее назвать, хотя, кажется, знаю, но я совершенно не помню. Мне сюда? Но это не похоже на столовую, что происходит, а? А, это уроки что ли? Час уже прошел. Время ланча, как же быстро пролетело время, и как так получилось, что я без всяких там школьных надежностей вот так запросто взяла и пошла в школу. Кстати, меня совсем... О, троллей! Что там мне скажут? Я думаю, что это время для отдыха, очередного отдыха от твоей кошки, что бы я сказала. Все думают, что Пурсифона и я это одна и та же личность, но я очень от нее отличаюсь. Я совершенно другая. А Пурсифона мне говорит, что им нужен айс-крим, то есть мороженое в жути кафетерии. Еще одна кошка, что ли? Сколько же здесь кошек? Кстати, до меня совсем недавно дошло. Эй, что происходит? С приближением первого сентября до меня дошло, что я же в школу и здесь пошла. И более того, я новичок в этой школе, что вообще неслыханно. В школу я здесь пошла далеко не первого сентября. Очень жаль, нужно было как раз подстроить начало прохождения этой игры. С первого сентября, с началом. Было бы здорово. Давайте поговорим с еще одной такой наподобие каманьяка. В секунду, это, кажется, они, те самые. Да, действительно, айс. Я узнала их у этой девушки с хвостом, представляете? Я бы айс не узнала. Некоторые люди думают, что я неуклюжая. Но дело в том, что циклопы не имеют... Perception знакомое слово, но я не помню, как оно переводится. Нет, бесполезно стараться вспомнить, но лучше я его просто переведу и все. Чтобы не мучиться восприятию, ощущения, осмысления, сознания, понимания. Эти восприятия не имеют глубокого восприятия циклопа. Это вообще как, а? Что-то здесь не ладится. Мне кажется, люди не могут понять. И жаль, что они понять не могут. А это, что скажет нам Джейн Буллету? У меня проблемы с большими группами монстров. Я предпочитаю оставаться невидимой и ничего не говорить в больших группах. Так, ну, это все хорошо, но мне пора на ланч в зал физкультуры. Эм, спортивный зал, вот. Да, я давно закончила школу и в универе давно не учусь. Эй, когда я успела переодеться? Что за... Как же так? Да, да ладно, то есть ты заходишь в двери этого зала и ты уже переодет. Это вообще как, а? Блин, я просто в шоке. У них обувь такая неудобная. Ну, по крайней мере, она так и выглядит. Интересно, а здесь можно попрыгать? Эй, смотрите-ка! Офигеть! Тут еще один код. Зачем мне это все? Блин, я не могу его взять. Черт. Надо как-то умудриться это сделать. Сейчас! Нет, не получается. Ладно, значит, я подтащу эту тяжеленную штуку, но я возьму его в любом случае. Да, и ты на нее так просто не попадешь. Потрясающе, правда? Все взаимосвязано. Опять, я нашла какой-то здоровский код, но я понятия не имею, как же его применить. А здесь что? Странно, почему досками забито окошко? Swimming pool! Это бассейн! Но ведь досками забито окошко над дверьми. А это, видимо, мой шкафчик, да? Давайте-ка посмотрим. Ааа, вот оно что! Так, ну, у нас здесь какая-то комбинация, давайте-ка введем ее. То есть, получается, по всей школе раскиданы коды именно моих. Мяу! Что я нашла? Здорово! Ааа, именно моих шкафчиков? А вы серьезно? Это вообще как, а? То есть, получается, еще один код, и я, видимо, для него не нашла подходящего этого кода числового, блин, странно звучит. В общем, да, вы поняли. Поэтому не могу открыть. Слушайте, здорово! То есть, нет, получается, это был не мой шкафчик, да? Это был шкафчик чей-то. Я, получается, просто вломилась в этот шкафчик, но... Я так понимаю, что это необходимость их открывать, поскольку, если я этого делать не буду, то... Мяу! Ого! Тут даже поплавать можно! Здорово! А как выплыть? А, пробел, во всей видимости. Мяу! Просто вот так вот запросто взяла его и нырнула. Нафиг. Здесь это монстр. Подводный монстр. Лагуна, точно. Она спрашивает, нашла ли я какие-либо секретные сообщения в школе. Они где-то здесь есть. Откуда она знает про эти сообщения? Забавно, правда? Интересно, она находила? Блин, ну, меня радует тот факт, что всё-таки не каждый ученик в школе может... Это что за пятна за такие? Жесть! Вот так запросто взять и подойти к моему шкафчику и открыть его. Я рада, что это не мой шкафчик. Так, ну что, ладно, пойдём знакомиться со страхолидершами. Посмотрим, что они представляют из себя. Кто они вообще такие? Ого, а их тут много, но почему они все не в той самой одежде? Только вот эти девчонки. А вот и та самая мумия, о которой я говорила. Я не помню, как звать её. Клео? Да, Клео Демил. А некоторые из этих спрятанных кодов поистине старые. И никто не может их вспомнить. Что такое бэд? Клянусь. А почему здесь кто-то одет в форму черлидерша, кто-то нет как-то? А, пари. Держу пари, что некоторые из них всё ещё годятся. Так, со что у нас тут? Давайте-ка посмотрим. Мяу! Да ладно, серьёзно что ли? Вот так запросто нашла ещё одного. А там много вот этих значков. Я в шоке. Давайте заберём их все. Отлично. Так, и у нас... Блин, ничего себе клёвый спортивный зал. Мне здесь нравится. Я бы, наверное, хотела активировать тревогу. И посмотреть, что произойдёт. Так, я хочу подняться чуточку выше и посмотреть, что там можно найти. Господи, паутина, всюду паутина. Жесть. Они серьёзно, здесь вообще ни разу не убирают. Никогда? Так. Разогналась я. Вот так не надо делать. Мяу! Дотянулась! Так, здорово. Отлично. Интересно, на канат можно залезть? Наверное, нет. Скорее, чем, да. Я не могу, по крайней мере. Ладно, вот, видимо, меня уже ждут. А, это ещё что за свет? Жёте. Передвигали что-то. Офигеть, это же Фрэнкишнэйн. Давай, я всегда за. Эй, вот ты где, Дракулаура. Сказала, что ты придёшь. Позволь, я познакомлю тебя со страхолидинг-группой. Давай, я здесь ради этого как раз. Только кто все эти девушки с нашими спинами, а? Не нужно быть шай. Мы все друзья. Мемберы Фрэрлидинг-группы просто как семья. Первый, мы имеем ГФФ, Дракулаура. Кого, я думаю, ты уже встретил. Тебе не нужно быть стеснительной. Все тут друзья. Члены страхолидинг-группа. Прямо как семья. Во-первых, у нас тут есть моя самая лучшая подруга Дракулаура. Которую ты уже встречала. Фанктестик? Что это, блин? Я не знаю, что такое фанктестик. Ну, то есть, можно догадаться, что это фантастика. Но почему именно так они это слово произносят? И я пыталась на слово, именно так, как оно здесь пишется, вбить его Google, и он мне ничего не выдал. Он исправляет мое слово на фантестик. Без буквы G. Так же, как я перевела слово Энвайра. Вы думаете, мне помог мой словарь? Совсем нет. Опять же, мне помог Google. И я узнала именно оттуда, что Энвайра это эко-маньяки. И что это пошло с 70-х что ли годов? Что-то в этом духе. Ну, ладно, не важно. Оставим эко-маньяков в покое. Давайте переведем то, что сказала Дракулаура. Конечно же, мы встречались. Я единственная, кто хорошо ладит с Клео. А, нет, я единственная, кто рассказал ей хорошие вещи о Клео. Боже, у Клео тут совсем дурная репутация, я смотрю. Это просто фантастика, что ты решила присоединиться к нашему клубу. Страха лидеры всегда нуждаются в новичках, в новой крови. Из ее уста так звучит, будто она нуждается в новых своих жертвах. Я жду и дождусь, когда мы наконец-то начнем практиковать наши движения. Это будет чертовски здорово. Следующая моя другая ГФФ, Клодин. Она вирвольф, но не позволяйте тебя спрятать. Она действительно любит fashion, и в глубине, она просто пупица в сердце. Забавно. А еще одна моя лучшая подруга, это Клодин. Она вирвольф, но не пугайся. Она действительно хороша в моде. Ну, а где-то глубоко в сердце она щеночек, ну, то есть ребенок. Привет. Привет. Это здорово, встретить нового партнера. Если вы хотите любить fashion advice, будь осуществляйте мне. Я всегда в порядке с новыми и большими. Если бы только мы могли обновить феер-лидерные одфеты, это бы не мечт. В любом случае, уйдите себе первую практику. И будь осуществляйте не забывайте любое, что Клодин говорит, что Клодин говорит. Она может быть немного грустнее. Привет. Блин, около один такой голос клевый, ей очень подходит. Рада встретить нового члена нашего клуба. И если ты хочешь получить совет, модный совет, то спроси меня обязательно. И я всегда поделюсь с тобой последними новостями и самыми лучшими из мира моды. Если бы только мы могли как-нибудь изменить, усовершенствовать, изменить в лучшую сторону наряды и страха лидерш. Видимо, ей такой простой покрой и дизайн покоя не дают. Бедняжка. Это было бы моей сбывшейся мечтой. Как бы там ни было. А я не могу перевести. Не воспринимай слова Клео близко к сердцу. Ну, это мы уже с троллей проходили. А вот что перед этим в данном предложении написано, это хороший вопрос. Я не понимаю. Это, видимо, practice. Я, блин, читала это слово по-другому. Practice. Вот почему я не могла это все нормально перевести. Так. Это забавно, но этого слова у меня нет в словаре. Ладно, ограничимся тем, что я не должна воспринимать слова Клео близко к сердцу. Она иногда груба. Да, очень то слово. Забавно. Ам, я ведь общалась чуть-чуть со всем правом. Ам, я ведь общалась чуть-чуть со всем правом. Правда, она лишь одна со мной. Ну, то есть, я ей ничего не говорила. А она мне говорила. Я общалась с Клео. Она вроде бы вполне себе нормальная. Ну, я знаю ее по мультикам. Я знаю, что она не очень нормальная. Но пока она себя не показала с плохой стороны. Ну и последнее, но не менее важное. Это Клео, которая является капитаном нашей группы страхолизерш. Я могу сказать, что она мумия этой семьи. Но когда Фрэнки говорила, она сказала маме. А маме еще могут говорить как мамочка. То есть, ну, самое важное звено, которое здесь есть, это, получается, Клео. У Клео действительно соревновательный дух. И она самая настоящая перфекционистка. Она может злиться на нас, но... Что такое Тафф Лофф? Туфф? Вулканический? Чего? Как это понимать? А любовь это love, скорее всего. Я знаю, что так пишут слово любовь. Бывает. В общем, она пусть у нас и злится, но она старается сделать все лучшее для страхолидерш. О чем мы даже и подумать не могли. Да, Фрэнкиштейн, давай оправдывай Клео. Ну да. Ого. Какой у нее голос взрослый. Я бы не сказала по ее голосу, что ей лет. Сколько же? 15, 16, сколько там им всем? А, ты, значит, новая ученица, о которой я столько слышала. Дракулора говорила лишь хорошие вещи тебе. Она уверена, что ты будешь подходящим для страхолидинга членом. Просто запомни, что страхолидинг... Сейчас я их переведу, потому что я сама не могу... Ну, в словарь забью эти слова и посмотрю, что это все обозначает. Dedication? Блин. Ах, черт. Они немножко по-другому написали. В общем, страхолидинг требует полной самоотдачи. Determination. Что такое? Стремление, решительность, радикальность, решимость. Видимо, решимости требует. А также много... Attitude я знаю, как привлекательная внешность, если я не ошибаюсь. Но позиция отношения, поза-осанка. А, видимо, преданности или своего мнения требует. Непонятно. Ну, в общем, короче говоря, чего-то из этих двух вариантов, а может и то и другое. Ну и, конечно же, кучу практики. Так, а вот следующее предложение я совсем не могу перевести, потому что, надавая незнакомых слов, меня абсолютно с толку сбивают. Насколько я заметила, жюри все еще на твоей, что ли, стороне. Но посмотрим, как дела обстоят будут. Ладно, допустим, жюри на моей стороне, но по следующим событиям мы увидим, то ли она сказала, или я что-то перепутала. Лео, у тебя какая-то проблема с волосами, они слипшиеся, это ужасно. Они словно, не знаю, фата на тебе или плащ. Это же ужас какой-то. Чтобы быть в страха лидинг-клубе, ты должна, может быть, совершенствовать себя, потому что пуш толкать тут как-то не вяжется. Толкать себя? Продажа наркотиков? Должны наркотики? Ааа, настойчивая реклама, раскручивание, то есть, видимо, я должна стать популярной персоной, да, чтобы быть в страха лидинг-клубе. Угу. Покажи всем, на что ты действительно способна. Просто поверь мне, что у тебя столько конкурентов, которые хотят занять твое место. О боже, только нищие перемут. Распределивание, это талантливый, фир-leading team, в школе очень много как Монстер Хай. Они взяты на Монстер Нашналах. Но их капитан felt pity for the team members during practice, и не пожалеет их почти как-то. Угу. 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 Интересно, она всем эту сказочку рассказывала или только мне? Ну а сначала, позволь, расскажу тебе одну небольшую историю. Однажды в школе похожей на Монстр край была одна талантливая страхоледянная группа, они приняли участие в соревнованиях страхоледянных групп, но их капитан жалел свою группу и не заставлял их много практиковаться, и не направляла их в правильное русло, хотя у нее были все возможности. Знаешь ли ты, что случилось в самом конце соревнований? Они выбыли? Ну а теперь новая ученица после моей истории. Ты поняла, чего мы хотим? У меня есть два варианта. Новый капитан и работать усерднее. Давайте второй вариант, потому что если я скажу Клео Даниилу, что ее группе нужен новый капитан, то я себе просто подпишу смертный переговор, поэтому давайте второй вариант, работать усерднее. Да, группа должна работать усерднее вместо Уиннин, что такое, я не знаю, но второе слово это жаловаться. Тихо ржать? Чего? Что-то не то, не то не подходит. А, вот жалоба, жалоба. Но ведь комплейн тоже жалоба. А, видимо, хныкать. Короче говоря, группа должна работать усерднее вместо того, чтобы хныкать и жаловаться, что они устали. Запомни, когда ты думаешь, что я груба с тобой. А я на самом деле просто хочу, чтобы такого не случилось с нами снова. А, так вот о ком та короткая история была. Это не про какую-то страхолиденную группу, где-то там в школе похожей на Монстр Хай. Это именно в Монстр Хай все произошло и с этой страхолиденной группой. О, боже. О, боже. О, боже. О, боже. Но хватит. Видимо, болтовни или что это такое. Я не знаю, господи, сколько же незнакомых слов. И почему только эту игру не перевели на русский? Ведь она так популярна. Но хватит предаваться воспоминаниям. Давай. Лучше позволим вещам идти своим чередом и продвигаться вперед. ты можешь доказать свое уважение группе и коммитмент это что такое. И свою приверженность. Я могу доказать свое уважение и приверженность этой группе потрясающая. В этом году соревнования среди страхолиденных клубов. Что такое корно здесь? Я знаю, что это угол, но как-то не вяжется. Угол, уголок. Край, кант, закоулок, край, граница. Неловкое положение. Видимо, соревнования на подходе. И, как я и думаю, говорит Клео Данил, у нас оймища работы. Велика, которая доставила ее в Монстер Нашнелу, пять лет назад. Велика? Антидер, космик, левитинский степи, что, когда combined into ручей, это неизвестно. Шива исчезли, несколько лет назад. Велика, и с ней, и с ней, мистик, левитинский степи. Но, мировые перспективы, Есть мифы, хоть по этой школе рассказывают о легендарнейшей страхолидинг капитанше по имени Шиван Тараджа, которая вместе со своей командой добивалась постоянно победы на протяжении 5 лет в этом соревновании. Каков же ее секрет? Древние космические страхолидинг шаги, что ли? Когда их соединишь с какими-нибудь еще движениями, по всей видимости. Unbeatable! Говорят, что это просто непобедимо. А, да, непобедимые, действительно. Шива исчезла. Декейтс? Что такое декейтс? Десятилетие. Шива исчезла десятилетие назад. Благодаря каким-то мистическим обстоятельствам. И с ней, конечно же, исчезли те самые загадочные страхолидинг шаги, движения, точнее. Как бы там ни было, эти слухи... Сист? Может быть, доказывают? Упорствовать настойчиво, упорно, продолжать удерживаться, сохраняться. Продолжают существовать. Короче говоря, эти слухи и про шаги... А все еще где-то здесь, и секрет спрятан в школе Монстер Хай. Потрясающе! Ты его-то веришь, к делу? Серьезно? Возьмите открытую трюо «Ферстепс» — «Тапа-тапа», «Поппит» и «Боу-н-Арро». Я просто в шоке. Мое первое официальное задание страхолидинг клуба — это найти, а точнее выучить, по всей видимости, три страха-шага, которые называются «Тапа-тапа», «Поппит». «Поппи» — блин, я не знаю, как правильно перевести, если честно. Я вот посмотрела в словаре, но я ничего не поняла. Это выстрел, звук выстрела, пистолет, удар, шнепоп, пощечина. Шипучий напиток, залог, выкуп. Видимо, все-таки это связано как-то с ударом, но давайте не будем это переводить, а просто «Поппить» пусть называется. И стрелы и лук. А, подождите, она не хочет, чтобы я выучила шаги, она хочет, чтобы я нашла секреты, как эти движения выполняются. И она говорит, что зацепка, которая имеет соотносительно местонахождение всех этих шагов, это что их нахождение... Сейчас я переведу «Риддл». Загадка! Потрясающе, правда? То есть, единственная подсказка, которая у них имеется, это то, что их местонахождение — это загадка. Я просто в шоке. Я знаю, это... Все так непонятно, загадочно-таинственно, но... Я надеюсь, что ты справишься. Я просто в шоке. Блин, да мне никогда ни за что в страховедении клуба не примут. The riddle is, what runs, has no feet, and never gets tired. And the clue is... Twer. Do you know what the answer is? Что? Как? Куда? А можно по-русски? Нет, мне, видимо, нужно ответить ей на три вопроса, а не искать по школе все эти шаги. И если я отвечу правильно, наверное, то она... Она меня примет в свою группу, я так понимаю. Надеюсь, я все правильно понимаю. Значит, загадка звучит так... Что бегает, не имея ног, и никогда не устает. Вот. Я не знаю, мячик может быть. Подсказка... Туайр какой-то. Что такое Туайр? У меня такого слова в словаре нету. Возможно, это просто... Тауэр, что ли? Как-то странно звучит. Что я сказать-то хотела. Возможно, это просто буквы, которые поменяли местами, и нужно из них слово сложить. Знаешь ли ты ответ на это? Я могу ответить, что да, и пока еще не знаю. Давайте ответим да. Боже, потрясающе. Мне нужно написать ответ. Ну что же, давайте попробуем. Надеюсь, все правильно. Я не думаю, что это правильно. Попробуй снова, когда ты думаешь, что ты знаешь ответ. Блин. Она говорит, что не думает, что этот ответ правильный. Попробуй снова, когда ты будешь знать ответ. Блин. Что за Туайр? Как это вообще? Блин, давайте оставим это до лучших времен, потому что я правда не понимаю, чего от меня хотят. И поскольку игра на английском, то, ого, у них там дыра в стиле, жесть. Вряд ли мне удастся дать правильные ответы. Скорее всего, мне придется подсматривать прохождение американцев, поэтому очень я сомневаюсь, что я смогу сама как-нибудь тут все это решить. Кстати, смотрите, кто это у нас тут есть. Как-то в голове не укладывается. Блин, у меня такое ощущение, что школа разваливается на части. Ладно, ребята, давайте будем прощаться. Надеюсь, ролик вам понравился, не смотря ни на что. В том числе и на мой медлительный перевод. Но просто, правда, очень неудобно переводить, когда ты не знаешь слов. И, блин, как же чертовски сложно переводить на самом деле. Поэтому сильно не судите мой медлительный перевод. Как-то вот так. В крайнем случае, попробуйте сами перевести и посмотрите, насколько это все медленно окажется. Все, всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Всем всего хорошего и пока!